Всем привет, уважаемые друзья! Очередное видео для вас, дающее прибыль в меде и позволяющее выводить маток как говорится, без удаления матки при наличии матки в семье эта семья выводит маток и ваша семья, с чем это положительно? Тем, что когда вы удаляете матку или делаете специальную семью для вывода маток то эта семья в процессе своем когда нет матки она уменьшает взяток и потеря меда происходит ну естественно все мы хотим и получить маток и чтобы мед был нормальный так вот такой метод был уже проверенный я зачитаю и проверенный он был и в других странах и проверенный был и в бывшем Советском Союзе статья называется так вывод маток в семьях без их осиротения аспирантка кафедры дарвинизма и генетики горьковского государственного университета Иванова вот это как говорится и университетский опыт проводили в настоящее время общепринятым способом вывода пчелиных маток считается такой когда семье воспитательницы подвергаются осиротению на весь период развития молодых маток то есть матку удаляют и создают семью воспитательницу но осиротение семьи воспитательности то есть удаление из нее матки и открытого расплода заметно ослабляет ее и снижает продуктивность возможно ли выводить необходимое количество молодых маток в сильных семьях воспитательниц без их осиротения да, такой способ был предложен еще в 1889 году известным американским матководом Дулитлем у нас способ Дулитля не нашел широко применения из-за недостаточной его разработки в 1961 годах на одной из матковыводных пасек кабардино-балкарского госпчелопитомника мы изучали несколько усовершенствовали прием вывода маток в сильных семьях без их осиротения особенно внимание обращали на оценку технической и экономической эффективности способа то есть я говорю, если этот метод освоить всем человодам-любителям они не потеряют и мед и будут иметь достаточное количество маток но чем он слаб для матководов получается меньшее количество маток выводится чем семья осиротения но зато большее количество меда приобретает эта пасека считая, что как бы семья не осиротила потому что в этой семье всегда есть еще матка основная, которая кладет яйца для опыта выбирали семьи, имевшие в середине мая не менее 10-11 полных улочек желательно обратить внимание, что семьи были полноценные по 10-11 улочек на улице с такой семьей ставили второй корпус в него помещали две рамки с медом а также две-три рамки с расплодом из нижнего корпуса между которыми оставляли место для прививочной рамки чтобы понятно было две рамки с медом по бокам и две-три рамки в центре ставили с расплодом из нижнего корпуса далее читаем второй корпус отделяли от нижнего разделительной решеткой чтобы матка не могла пройти наверх а рабочие пчелы свободно перемещались из нижнего корпуса в верхний и наоборот при таком разделении корпусов целостность пчелиной семьи не нарушалась через 10-12 дней из нижнего корпуса переставляли по одной-две рамки печатного расплода а взамен ставили рамки с искусственной вощиной то есть когда они поставили наверх почему 10-12 дней по видимому расплод две-три рамки с расплодом наверху были незапечатанные понимаете ну такой расплод разновозрастный и поэтому через 10-12 дней весь этот расплод естественно наверху запечатался и подставляли еще из нижнего корпуса запечатанные рамки кверху итого 5 рамок получалось наверху печатного а взамен ставили рамки с искусственной вощиной в 1960 году подготовленные таким образом семьям мы давали на прием ежедневно по 35-60 односуточных личинок помещенных в искусственные мисочки на следующий день прививочные рамки осматривали и точно подсчитывали личинок принятых на маточное воспитание принятые маточные личинки передавались для окончательного воспитания в другие семьи которых матки были предварительно отобраны это в 60-м году был такой эксперимент но в 61-м они и решили изменить послушаем что было а в 1961 году мы изменили методику опыта личинок принятых семьей в воспитательности без ее осиротения при наличии матки в первом корпусе оставляли во втором корпусе в этой же семье до полного созревания маток семью воспитательницу имевшую в нижнем корпусе матку односуточные личинки давались на воспитание каждые 4 дня в течение всего периода ее функционирования то есть с 19 апреля до августа весьма-весьма интересно обратили внимание это еще мая нет с 19 апреля до августа давались личинки каждые 4 дня односуточные и в 1960 году в опыте было занято 3 семьи в которых учитывались только количество принятых на маточное воспитание личинок сила семьи и продуктивность ее в конце сезона все это они свели в таблицу и дальше они говорят так из таблицы видно что количество личинок принятых на маточное воспитание опытными семьями было лишь немногим меньше чем в контрольных то есть контрольные это те которые были подготовлены семьи без маток а опытные там где были матки то есть там где были матки приняли личинки немножко меньше ну а медовая продуктивность этих опытных семей выросла так что обратите внимание больше чем в контрольных там где не было маток данные наших опытов 60-61 года позволяют сделать следующие выводы способ вывода пчелиных маток в семьях не подвешившись осиротению прост доступен каждому пчеловоду сильные семьи без осиротения в качестве воспитательных работают нормально функционируют сто и более дней семьи воспитательницы подвешившиеся осиротению функционируют не более 40 дней потому что там и происходит износ пчел и пчелы семью надо восстанавливать а потому что нету той там матки продуктивность опытных семей воспитательность неизменно оказывалась двое выше продуктивности контрольных семей при умелом применении нового способа вывода маток от 80 семей можно получить столько же полноценных маток сколько от 20-25 семей при обычном способе вывода способ вывода пчелиных маток в семьях воспитательницах без осиротения имеет глубокую биологическую основу не нарушает целостности и силы и не снижая продуктивности семей можно успешно использовать их для вывода необходимого количества полноценных маток способ вывода маток в сильных семьях воспитательницах без осиротения экономически более выгоден и перспективен что важно дорогие друзья обратите внимание это написано в журнале 1962 год номер 5 пчеловодство сейчас мы прочитаем еще небольшие информацию для вас это вопросы-ответы вопрос если плотную кавказскую матку подсадить семью местных пчел то получится ли через месяц семья кавказских пчел будет ли эта семья чем-либо отличаться от семи завезенной с кавказа такой вопрос можно поставить на замену любой породы пчел то есть если вы получили итальянскую породу пчел или бэкфаск матку и вы подсаживаете ее в любую семью то что получится изменится ли порода пчел пчел и от новой матки ответ заменят всех старых пчел но это произойдет не через месяц а примерно через два пчел и новые породы начнут выходить из ячеек через 21 день а пчел и старой матки полностью погибнут через 60 дней пчел и в среднем живут летом 30-40 дней но отдельные особи живут до 60 дней первых личинок от новой матки будут выращивать среднерусские пчелы и они покажут некоторое влияние на выходящихся пчел изменяя их признаки в сторону приближения к среднерусским но в дальнейшем личинок станут выращивать пчелы от новой матки то есть новой породы и влияние среднерусских станет практически незаметным опыты завоза серых горных грузинских маток плодных в среднюю полосу российской федерации показали что через два месяца полученные от них пчелы по экстерьерным признакам и поведению не отличаются от грузинских пчел то есть семья вполне полностью изменилась итак таким вот тут показан пример кавказская грузинская пчела серая черная на замену среднерусских таким образом можно заменить любую породу вопрос как определить по поведению пчел нуждается ли семья в расширении гнезда ответ проще всего открыть улей посмотреть достаточно ли пчел на крайних рамках иногда можно определить переполненность гнезда по обилию пчел улитка по пчелам вентилирующим гнездо в такое время когда в других ульях их нет в жаркую погоду в таких семьях пчелы выкучиваются на переднюю стенку и под прилетную доску улья теснота улей преждевременно приводит семью в роевое состояние чтобы не допустить большой скученности пчел следует своевременно расширять гнезда и ставить надставки на улья вопрос я выписал плодную матку из кабардино-балкарского пчелопитомника и подсадил ее в отводок эта матка приступила к кладке яиц только на 5-6 день после освобождения из-под колпачка нормально ли это могла ли матка спариться за это время у меня на пасеке тут независимо откуда кто выписывает матки это может случиться и в меня случалось здесь в Соединенных Штатах каждом из вас поэтому мы будем смотреть на сам процесс ответ задержка кладки яиц маткой после почтовой пересылки наблюдается часто в описанном вами случае эта задержка по-видимому произошла из-за того что вы подсадили матку в отводок с нелетными пчелами такие пчелы не смогли сразу создать матки необходимых условий для кладки яиц после деятельной пересылки во время которой матка не имеет нормального питания температуры воздуха и других условий ей нужно некоторое время для развития яичников даже при перенесении плодных маток в отводке на той же пасеке они начинают нормально откладывать яйца лишь через несколько дней с началом лета пчел в отводке с началом лета пчел в отводке ваши описания что опасения что присланная матка была неплодна не имеет основания после пересылки на большое расстояние матка не успела бы за пять-шесть дней отправиться и спариться и приступить к откладыванию яиц хочу добавить к этому ответу небольшую информацию для улучшения откладки яиц для более качественного так сказать процесса чтобы матка не тормозилась семьи обычно делят пополам на пол лета если эта семья стояла вот тут вот так то из этого места смещает ее а так вот чтобы на этом месте где стояла семья оказалось пусто когда пчелы летят сюда они не находят своего места 1 пчела попадает сюда 1 сюда 1 влево другая вправо и таким образом получается что этой семье есть летные пчелы и в этой семье из летные пчелы и если вы эту так сказать семейку с маткой отставили а сюда подставляете матку с нуклеуса или откуда то эта семья будет более так сказать качественно функционировать не будет болеть 5 6 10 дней то есть она быстро матка пойдет в оборот и будет работать и так вот это вот возьмите во внимание ну конечно этот метод когда вы просто отставили сборный отводок или просто отводок отставили другую сторону то он будет работать тоже но немножко позже дней на 10 вот это возьмите во внимание еще есть вопрос на пасеке 5 местных и 5 кавказских семей пчел мед собраны среднерусскими пчелами коричневый с резким ароматом а кавказскими светлый без запаха чем объяснить разное качество меда у местных кавказских семей пчел такое явление замечали многие пчеловоды не одинаковый цвет и вкус меда объясняется тем что пчелы разных пород собирают нектар с разных растений так например замечено что среднерусские пчелы охотно посещают гречиху а серые горные кавказские пчелы в это время посещают цветки клевера с которых несут светлый нектар в институте пчеловодства определили что в образце меда кавказские пчел преобладали зерна пыльцы клевера тогда как меду местных пчел находившиеся на той же пасеке преобладали зерна пыльцы гречихи и так друзья из этого вопроса и ответа мы можем тоже взять урок если вы хотите чтобы на вашей пасеке были меда разные то вы можете содержать если у вас позволяет местность разные породы пчел поэтому разные породы пчел будут приносить разные виды меда и таким образом вы будете качать отдельно от одной породы и от другой породы если отдельно качаете эти улья мед то у вас будет разного вкуса и качество мед ну что полезно для и всех вас и и и для меня потому что все меда имеют разную так сказать минеральную составляющую это не говорит что они ну все меда сто процентов полезны но по вкусовым качествам и по запаху это а будет отличаться и вы бы будете говорить вот этот мед вкуснее а этот мед не так вкуснее но естественно вам будет вас будет большой выбор и вы будете довольны еще прочитаю вопрос на ветке дерева в лесу я нашел рой собирая его я обнаружил 6 отстроенных сотов величиной с тетрадный лист средние соты были заняты расплодом почему рой стал строить себе гнездо на открытом месте ответ рой построил себе гнездо на открытом месте очевидно из-за того что у пчел не хватило корма для перелета на дальние расстояния непогода или отсутствие подходящих жилья также могли задержать рой на длительное время за которое пчелы успели отстроить соты а матка отложить яйца в ячейки с появлением сотах расплод а рой уже не покидает своего гнезда так рой и остался на открытом месте улочки между сотами впоследствии заделывает восковы прополисной оболочкой вот до сего места друзья я хотел вам прочитать вот эти вот в этом видео вопросы ответы и так если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь я все-таки стараюсь исследовать многочисленные журналы чтобы подобрать наиболее интересные на более продуктивные материалы для вашего и моего развития удачи вам до встречи в следующем видео